Я решил посетить самоселово в Чернобыле, чтобы доставить им продукты и узнать, как они живут. Но в отдаленном селе, вблизи границы, оказалось, что живет всего один человек. Обитает он там совершенно один, без электричества и воды. И у него даже живет волчонок. Ранее здесь жило несколько тысяч человек, а теперь всего лишь один отшельник. Дорогой зритель, я попрошу твоей помощи в спасении жанра сталка. Поддержи ролик лайком и комментарием, а также поделись им с друзьями. Спасибо каждому за поддержку, приятного просмотра. Друзья, всех привез на моем канале. И сегодня мы направляемся в Чернобыльскую зону, чтобы посетить самоселов, а также передать им продукты. В частности, это самосел в Чернобыле Вильча. Он живет там один из всего села. И мы хотим его проведать, узнать, как у него дела и привезти ему продуктов. Я очень надеюсь, что все будет хорошо. А с вас, друзья, давайте максимальный актив. Всем приятного просмотра, погнали. Подъезжаем к КПП. Я, знаете, надеюсь, что все будет без нюансов. И нас, как Криосан, наверное, не разгадут сейчас. Это, конечно, транзитная территория, но всякое может быть. И нам сейчас надо надеяться, что, в принципе, нас просто пропустят. И мы, якобы, транзитом поедем на Беларусь. Но немножко заедем в другое место. Есть кто дома? Кстати, смотри, видишь, доска розыска. Помнишь, ты ее там маньяк нанесет? Это он там, да? Да. Ребята, там доска. И там, я так понял, здесь, кстати, недавно маньяк прячется именно в заброшенном селе. Так, ну, вроде все окей. Проехали. В принципе, даже никаких лишних вопросов там не было. Так что я надеюсь, что все будет хорошо. Слушай, нам сколько до деда туда ехать? Ехать. Минут два. Мы доставим продукты Самосеву. Я попытаюсь с ним поговорить, зайдем в интервью. Возможно, он расскажет нам здесь, как он живет. Совершенно один, ребят. Да, возможно, прогонит нас. Ну, возможно, прогонит, возможно, скажет. На всю деревню он один. Я не знаю, как так можно одному человеку жить в заброшенном селе. Это страшно лично мне бы было. Тем более в этих местах водится маньяк. Да. Подъезжаем ко второму КПП. И после него, в принципе, если проезжаем без всяких нюансов, то дальше должно быть все более-менее спокойно. Вон оно. Там дальше уже белорусская граница. Перед Белоруссией еще такой небольшой кусочек зоны, где раньше жило несколько Самосевов. Сейчас остался один. В принципе, я не думаю, что он будет нам больших проблем создавать. Мы все-таки, знаешь, что-то нелегальное будем делать. Мы будем помогать Самосевам. Такой вот загоревший лес. Приехали на место. Вот, как показал на станции Вильча. Кто помнит, это кулон станции Янов. Потому что прошу вас в комментариях, мне много кто писал, что это Янов. Ребят, это не Янов, это Вильча. Но выглядит точно так же, как и Янов. Вот, что я покажу раз. А сейчас надо найти способ добраться к дедушке, потому что здесь, ребят, очень сильно палевно. Тем более мы с собой оставили следы на снегу. Но по дороге я вам покажу одно очень крутое место. Просто если вы играли в сталкер, вы зацанете это. Вот, как вы можете видеть, железная дорога Овруч-Чернобыль. Здесь более старые рельсы. А вот здесь новые, точнее, Овруч-Припять. Овруч-Салавутич. Если прям точно-точно. И ведет она почти до Припяти. Там она местами заросшая. Там никак не проехать. До Буряковки. А здесь, вы видите, так более-менее новые поменяли. Здесь рельсы уже новые. Раньше были деревянные. Сейчас наложили бетонных блоков. И скоро планируют запускать здесь поезд, который будет возить ядерные отходы с Европы на хранилище ядерных отходов под Припятью. Вот, вообще, самая новая железная дорога, которую недавно меняли. А вот, с каждого фаната Сталкера по лайку. Потому что, друзья, это непосредственно копия станции Янов. Выглядит она точно так же. Но знаете, что самое странное? То, что до 2011 года она функционировала. Здесь поезда не ходят уже там еще с 1986 года. Но до 2011 года станция была на обслуживании. Я просто не знаю зачем, но сейчас покажу вам ее внутри. Кто помнит из Сталкера, прямо здесь, насколько я помню, был проводник. Лавка, где Сталкеры продавали всякие оружие и тому подобные припасы. И куча других Сталкеров. Вот, ребят, как это все выглядит внутри. Кстати, что-то место я не показывал. Здесь что-то наподобие такого столика Сталкера сделали. И здесь Сталкерская нычка. Вот, смотрите, вот тут Сталкеры, я так понял, кушают, отдыхают. А это что-то типа жгут здесь, когда холодно, наверное, костер. Видите, как здесь все помещение в дыму, точнее, в копоти. Сталкеры, это все от Сталкеров. Вот так вот, ребят, Сталкеры зимой выживают. Мы, конечно, пищу в основном растапливаем, но... Вот это самая жесть, что может быть холодно оказаться в таком месте. Очень радует то, что я вообще не вижу следов. А это значит, что здесь никакие патрули не ходят. А пацаны решили в детство упасть и сделать снеговика. Вы серьезно? Снеговика в Чернобыле? А кто снимать будет? Не так уж много здесь, на самом деле, самоселов жило. Потому что, посмотрите на состояние домов. Я не знаю, это или из-за пожара, или из-за того, что маржодеры его так обнесли. Но, как вы можете видеть, ребят, от кучи домов просто ничего не пооставалось. Вот, насколько я помню, по-моему, здесь живет вообще один самосел. И сейчас мы попытаемся к нему подойти, поговорить. Возможно, нам расскажут, как он здесь живет. Один выживает, потому что больше не слышал, что здесь кто-то был. Ребят, целый колодец. Офигеть, вы посмотрите. Там еще и вода есть. Причем, она не такая уж стоячая. Видно, что она прозрачная, мусора там не особо много. Интересно, почему за столько лет колодец, ребят, не разрушился. Я не верю, что в этой будочке 35 лет. Мне кажется, за ним кто-то ухаживал. Пока не мере, пока не сняли вот эту ручку. Кстати, вот по дороге еще нашли такое удивительное сооружение. Я даже не знаю, что это. Походу, не знаете, ребят, будто элеватор. Но я не знаю, для чего он. Цемент, песок, зерно. Слушайте, вроде можно наверх попасть. Друзья, просто шикарный. Здесь очень сильный ветер. А вон, не знаю, видно мы или нет. Будет колесника, откуда могут лишний раз запалить. Но, как я говорил, лишний раз лучше здесь не палиться. Тем более, знаете, такое открытое место. Сейчас будет нигде спрятаться. Вот он, ребят. Зулус, выходи. Ты там? Такое легендарное сооружение. Я вообще не знаю, для чего оно использовалось. Может, какое-то хранилище. Потом, смотрите. Оно вообще, в принципе, похоже на какую-то вонопорную башню. Я там хранили не воду. А вообще, это место используют сталкеры, как свой штаб. Сейчас поднимусь, покажу вам, что внутри. Да, друзья, пробраться наверх будет проблематично. Ну и еще, мы справимся с этой задачей. Эй, господа, сталкеры, есть кто дома? Вот наш сталкерский штаб. Все ревенчи. И чтобы вы понимали, в подтверждении моих слов. Видите, сколько здесь надписей? Львов, Ивано-Франковск, Полтава, Одесса, Запорожье. Все стены исписаны сталкерами. Но, кстати, на удивление, ни одного пакета с мусором. Что есть, очень, как можно сказать, уважительно. Вот такой вот вид. А вон, видите, дома самоселов. Но тот дом пустой. То есть, получается, самосел живет где-то там. Надеюсь, он будет домом, потому что многие самоселы на зиму уезжают в более цивилизованные места и не остаются дома. Кстати, как вам идея? У вас не видит это место и сделать из него прикольный сталкерский штаб. Если, ребята, интересно, ставьте лайк, пишите в коммент. Но мне все-таки больше нравится идея опять поставить домик на дереве. Просто напишите ваше мнение в комментарии. Вот такой вот пакет взяли для чернобыльского деда. А сейчас вам покажу, что происходит с домами. Когда самосел или покидает его, или умирает. Вот, друзья. Улица Пионерская, 49. Что такое советское название? Как вы можете видеть, домик, в принципе, целый. Крыша немного обвертая, но только самоселы покидали этот дом сразу приезжает банда мародеров и все выносить уже можно. Видите, ничего не осталось. Даже пол поскрывали, монеты искали. Раньше, я так понял, был довольно-таки приветливый целый домик. Причем из кирпича. Дома из кирпича очень хорошо держатся. Кстати, кому интересно, какой фон здесь, здесь, друзья. Практически чистый природный фон. Вот 14 микрозивертов. А, ну даже 0,14 микрозиверта. Это очень-очень маленький фон. Природный. Как мне объяснили на Чернобыльской атомной станции. И, в принципе, место пригодное для жизни. Хотя совсем недалеко, где западный след. Такая печальная картина. Все, что осталось от домика. Кстати, домик, я не знаю, живу тут самосел или нет. Но, ребят, дом в ужасном состоянии. Смотрите, я даже заходить-то не буду. Вот. Его просто обнесли мародеры. И он загнил нафиг. По дороге нашли какое-то очень криповое здание. Я так понял, ребят, это когда-то был разгрузочный склад. Скорее всего, железнодорожный вокзал сюда привозили. Продукты, вещи. И здесь все это разгружали. Потому что мешки, вроде, ребят, с солью, с сахаром. Палеты какие-то. Вот как в Припяти. Может, помните, в Припяти я вам показывал что-то подобное. Здесь тоже такой разгрузочный порт. Как-то можно так его назвать. И здание, ну, очень-очень большое для села. Вот пошли первые разрушенные дома. Насколько я помню, дедушка живет с двумя собаками. Ребят, не знаю, честно сказать, я бы один вот такой вот разрушитель, если бы жил, это можно от сумаса сойти. И мы-то живем в деревнях, которые полностью покинуны, но не целые. А здесь дома просто разрушенные. В общем, как чернобыльский выживальщик, я вам скажу точно, что здесь мне было жить некомфортно. Не знаю, как дедушка уже живет. Сейчас, может быть, узнаем, если он дома. Здравствуйте, есть кто дома? Вон собачка. А где твой хозяин? Здравствуйте, есть кто дома? Да, мы только заезжали от Кидая. Это точно уже работает. Ну, я не знаю. Может, продукт туда ставит, но собачка, ребят, боится. Эй, не бойся. Не бойся, малыш. А? На этот раз заходим. Нельзя быть дураком, который пятый раз сюда заедет, не заходим. Ну, я говорю, если что продукты ставят на пороге, может, он вернется? Собаку есть, ему, я думаю. Собаку, но сосиски для дедушки привез. Сейчас пойду постучу, может, что-то дома есть. Ну, в принципе, не знаю, территория как-то пустая. Сейчас постучу. Сейчас постучу. Добрый день. Мы вам продукты привезли. Мы вам ежу привезли. Добрый день. Мы ежу вам привезли. Еду привезли. Здравствуйте. Мы вам ежу привезли. Добрый день. Добрый день. Еду вам привезли, никто не отвечает. А? Еду вам привезли. А, понял. Да. Вы живете, я так понял, ну, вы с Вильчи сам, да? Да. А, просто давно вы тут живете вообще? Или с аварией? Просто вообще мы были в Купова, там, знаете, нет, там самостелы живут. Возле Чернобыля. Я, это, как я сказал, ну, я понял, что вы были. Это самое. Не первый раз я видел. Да? Тут сейчас так вам заходит? Что? Сейчас так вам заходит? Ну, да, проходили мимо. И воду брали. А, не, мы просто тут вообще первый раз, в принципе в Чернобыле или в Куповатом там живут бабушки-самоселы. Там целый поселок. Я, короче, здесь 85, в конце 85-го года меня забрали в армию. Так я аж в начале 88-го года с армии пришел. А, то вы сюда уже после аварии вернулись? Да. Я в армии был. То есть, когда взрывы были в армии служили? И получается, вы приехали, уже взрыв произошел, да? Да. Ага. Уже я в армии знал, что беда тут в Чернобыле звучит. Просто всех отселили, я так понял, раньше здесь больше людей жило, а сейчас... А сейчас тут было где-то... Я скажу, если честно сказать, где-то людей больше трех тысяч. Ага. А сейчас никого не осталось, да? Никого не осталось. А в Харьков попал, повыезжал, и там в два раза, в три раза кладбище из-за переселенцев. Это волк или что это? Какой-то на волка похоже. Да, да. Это волкосолоп, да? Нет, это... Она... Это как его... Смесь... Волка, да? Волк... Какой-то... Наподобие дворняги. А, я понимаю, морда, как у волка видно. Да, да. Ага, я понял. То есть, и вы здесь, после аварии, вы так здесь живете, да? Да. Я не выехал, не захотел. Я узнал, что оно случилось. Там по выселениям, как люди приезжали не первый год на Горубки, и вот такими слезами плакали, что кинули в Вильчу. Вот такими слезами. Приезжал, и вот такими слезами плакали. А продукты вам привозят, или вы тут сами все выращиваете? Ну, я сам, ты сама. езжу. Вообще, сколько лет вам, если не секрет? Мне, это, 54, уже 55. О, я думал, ну, лет 50, думал. А вообще, волки к вам не приходят? А то просто, мы знаем. Лежал снег, лежал снег. Так я бачу, и утром выхожу, выхожу, этой сама, до, это, и бачу, бачу вокруг, вокруг этого, как его, вокруг, то там, то там, то там, то там здесь, ну, вокруг меня, то волки, то кабаны, и возле меня, вот так. Вот волк, волка, собака. Так и собаки, собаки вот так вот гавкают, как бы кидаются, а потом назад, и под хатой вот так, забьются, и гав-гав-гав. Значит, боятся, кабанат не боялись, и кос. Значит, волк подходил сюда. Ага, а вообще вам, полиция, пограничники вас в зоне прогоняют, да? Не. Не, нормально все. Ну, они знают, что вы тут живете? Знают. Приводят вам что-то? Они знают, я вот вот езжу, по, на крысяточи, по чернобыльскую пенсию, так вот, так, пешки, до Овросткового КП. Пешки ходят? Ого. Пешки туда, так они меня даже, даже не дивляться, что я пришел на автобус. Ага. А вообще, радиация, тут есть радиационные фонари чисто все? Радиация. Потому что у нас есть дозиметр, мы мерили, вроде все чисто. Так, так приезжали, раньше, когда выселились люди, приезжали с Киева, дозиметристы, приезжали дозиметристы, с этого, как его? Иванкова? Не, с Чернобыля. Мерили там, по Вильчи ходили, мерили, кажут, кажут, и по Вильчи, и по Лиси, и по Лиси ходили. Да кажут, чего? Мы удивляемся, мы удивляемся, чего? Люди с Вильчевой... тут мне сейчас показывают 12, а опасно 100. То есть, вот норма, природный фон. Вильчи в основном чисто. Ну да, мы тоже меряем, но в принципе, это же якобы считается чернобыльской зоной. Я знаю, я знаю, что зараз, то Чернобыль был грязный, а зараз знаю, что Чернобыль чистый. Да, мы были недавно, на ЧАЭС были, на ЧАЭС уже там тоже так чисто. А вы один живете здесь, да, в село и селе? Да. Больше самоселов нет? Вообще на всей Вильчи немае, да? Что? Ни Де немае самоселов. Не, ни Де. А Полеська? Я не знаю, раньше там человек десять жило в Полеськом, а зараз не знаю. А как пожар был? Сюда не горело? Да, пожар тут не горело, потому что весной были пожары сильные в Чернобыле. Да, я знаю, знаю. И сколько раз ездили, тушили, казали, и не могли никак потушить, казали, подпал. Ну да, там же леса вывозят. Подпал. Ну, представьте себе, это ж не первый раз такой громадный пожар, аж до атомной. Еле-еле на атомную остановили. Да, мы видели это. А до вас хотите налазить? Да, тут бандиты. Да, какие бандиты? А, уже, ну, просто знаем, после аварии дома, здесь все грабили, мародеры. А после аварии сразу до грабила и в Вильща бывшая, кто хочет. Ага. А ваш дом просто... Только не бандиты, это и сами люди ходили, ездили туда и грабили. Своё или чужое брали? Чужое. Ага. Ну, вот, например, в Вильщанке. Туда и... Ага. А вообще, вам здесь хорошо живется? какая-то финансовая помощь, продукты? Потому что мы взяли с тобой там немножко продуктов. Да, я знаю. Мы думали, может, вас дома не будет, мы думали оставить здесь. Так мало ли, если что, мы тут бываем... Ага. Так что, если что, мы бываем... Я бы пришел бы, уже кулек бы здесь порван. А, собаки все воруют, Так что, если что, смотрите, мы можем вам продукты предложить, если вы здесь бываете. Ваша фамилия отсюда. Вы же отсюда родом. Как ваша фамилия? Купренко. Купренко, А, как зовут вас? Володя. А, Володя. Мы просто общались тоже с другими самоселами. В Куповатом, знаете, там целое поселение, там бабушки живут. А, я знаю. А так, это Вильчеевы один, я так понял. Раньше по другим селам жили, сейчас уже там не пооставалось никого. Вот там возле Мартынов, Лубянка. Я читал книгу, зараз у меня там книга. Света ж немае у вас? Электричества нет, да? Не, немае. Попробуйте подключиться. Сразу приедут с ментами. Ага, потому что в Куповатом там электричество у бабушек, а у вас нет. У вас чисто все выживание на своих силах, да? Ну да, я езжу керосин беру, да. Печку топит. Что? Печку топит. Да. Так еле-еле пожар был в этом году. Ну, что год был вот цей. Так, так, кажут Васильевич, видимо, вещи свои собирай и уебуй, потому что идет на Вильчу пожар и мы остановить не можем. Ага, то есть вас хотели отселить, да? А, сам, сам, а то сгоришь. Ага. Но все-таки остановили. Ездили, ездили, ездили. Слава Богу, повезло. А воно уже, уже казалось 5 километров от Вильчи, потом, кажут, 3 километра от Вильчи. Все. И дым полный, даже на асфальт выходил вот такие. Пепел, да? На асфальте весь асфальт за таким пеплом здоровым. на следующий раз. Да, если вам что-то надо заказывать, еда, вода есть, хлеб. Да, по еде, там мы по крупе взяли, сосиски, там хлеб, гречку, макароны. У нас холодильника не мать, то вы сразу все-таки пили. Да. Не знаю. Так что? Була зима, даже на веранду, а веранда холодная, о, замерзла, хер поправил. Так что, если что, смотрите, всякие там материалы, может, продукты, говорите, мы там в следующий раз захватим. Ну, что там? У меня в основном все есть, только те, что привезли до них. Ну, хорошо, тогда, если что, продукты, может, там, и все. Не надо никакие там молотки, пилы, такого ничего инструментария. Нет, пилы не надо, у меня пил хвост. Вот такой, ребят, Владимир Васильевич, да, его зовут? Владимир Васильевич, живет здесь, кстати, порекомендовал книгу «Ликвидаторы». Советую вам так же почитать, кому любит, в принципе, кто любит такую тематику. Честно сказать, когда я увидел в окне, я подумал, что какой-то мужик лет 30. Потом он вышел, ну, понял, что все-таки дед, 54 года. Для меня он дед, у меня есть аудитория постарше, для вас он будет мужик. Но, вот такой вот чернобыльский отшельник, дедушка Володя, и получается, живет он с волком, ребят. То есть, я так понял, собака с волком скрестилась, и получилось вот такой вот худощавый, кстати, на удивление, можно было подумать, что его не кормят, но смотрите, здесь другие собаки, кстати, одна с нами бежит, они упитанные. Волк же какой-то худенький, я не знаю почему, в принципе, дед тоже так худенький, я так понял, продукты ему придется подвозить частенько, потому что, ему, прикиньте, ему идти около 10 километров только на автобус. Поэтому, по возможности, мы будем ему помогать, подвозить, вот его собачка, видите, она такая упитанная, хорошая, по ней видно, что хорошо кушает. Поэтому, по возможности, как я говорил, будем ему помогать. На этом мы, скорее всего, будем покидать вещи, потому что, ну, дедушку не трогал, он здесь живет, самосел все-таки. Здесь, спорная территория, это якобы и зона, но, если брать на законном уровне, это, считается, не чернобыльской зоной, но, там, знаете, есть некие нюансы, поэтому, в принципе, считается, якобы, принято считать, это отселенной территорией, зона отчуждения, поэтому, это место мы покидаем. Вот так вот, друзья, живет последний самосел, в селе Вильча, на самом деле, видно, что реально, деду здесь отшельник, живет он один, хотя очень странно, тоже живет с волком, но, мы планируем, в будущем, возможно, помогать ему, как-то материально, продуктами, когда он здесь проезжает. А, на этом, по его истории, все, честно сказать, мне было интересно, напишите ваше мнение, как вам. Дальше, ребят, мы еще по поводу самосел, обязательно посетим самосел, у бабушек, филе куповатое, но это будет, потеплее, привезем продукты. А я планирую, или строить домик на дереве, в Чернобыле, или восстанавливать дом. Ваш вариант, пишите комментарии. Давайте наберем на этом ролике, 30 тысяч лайков. У меня такая, знаете, мини-мечта, что каждый ролик набирал, от 30 тысяч лайков, друзья, я вас верю. Поддержите максимально активом, поделитесь с друзьями, посмотрите его, от начала до конца, повторно, кому не проблематично, и подписывайтесь в инстаграм, если гайбу секретная фоточка, только там. Что ж, на этом у меня все.